Так, я продолжаю говорить о той дискуссии, которая ведется на сайте Философский штурм по поводу новой экономической формации. Значит, тезис, который я предлагаю сегодня обсудить, насколько сталинская Россия, это была квинтэнсенция того, что называется Марксом азиатский способ производства. Напомню, значит, какова была ситуация. Везли две по Марксу формы класса общества, так называемые доклассовые и послеклассовые, или коммунизм. И существовало четыре вида других способов производства, которые следующие. Азиатский способ производства, дальше шел рабовладение, потом феодализм, наконец капитализм. После этого они должны были погибнуть каким-то образом, и после этого царится царство коммунизма. Хочу заметить, что с этим связана забавная коллизия, потому что мало что сталинисты и коммунисты Советского Союза отрицали у Маркса, но это они отрицали полностью. Они говорили, что подобного рода способ производства существует только три. То есть, соответственно, феодальный, рабовладельческое общество и капитализм. Про азиатский способ они производства не говорили ничего. Давайте на него посмотрим внимательнее и постараемся понять, откуда он взялся на нашу голову и что он себя представляет. Значит, обычно говорят об этих способах как о способах производства, основанных на собственности, на что-то, то-то и то-то. Если говорят, что при рабовладельческом устрою у нас есть собственность на рабов, то есть на других людей, то значит при феодализме у нас есть собственность в основном на землю. Я хочу заметить, что вот здесь я как раз попытаюсь тоже дискутировать с Марксом и сказать, что это на самом деле, по всей видимости, неверно. Просто есть одна и та же формация. Просто если у тебя дефицитом в данном обществе является земля, то оказывается собственность на землю. Если у тебя дефицитом оказывается рабочая сила, то у тебя собственность оказывается на рабов. Ну вот, скажем, рассмотрим типичное рабовладельческое общество. Это Соединенные Штаты Америки до гражданской войны, то есть конца 18-го, начала 19-го века. Это монокультура, основанная на производстве сахарного тростника. В Европе идет промышленная революция, рабочие начинают много зарабатывать, начинают вот этот сахар потреблять. И он в массе, идет через океан и продается и так далее. Земли здесь было очень много. Что являлось ресурсом? Ресурсом являлась рабочая сила. Эта рабочая сила, она безусловно привела к тому, что именно Соединенные Штаты Америки являются точкой рассвета рабовладельческой культуры. Вот, такова ситуация. Очень похожая ситуация сложилась и в России. Пока население было относительно небольшим, у нас главным ресурсом дефицитным была опять-таки рабочая сила. И появилось крепостничество, то есть прикрепление людей всевозможного к земле. В конце концов, с продажей как рабов, вне зависимости от земли, на каком-то ином рынке. Как только от этого стало ненужным, когда земли оказалось мало, а людей оказалось много, эта ситуация была стыдна к середине 19 века, тогда же, когда и в США, то оказалось, что людей можно освободить, потому что иначе их надо было бы кормить. Они будут бороться за кусок хлеба, продавая свой труд. И ресурсом тогда осталось то, что у помещиков и осталось на руках. То есть это их земельное богатство. Вот, такова, значит, своеобразная стадия. Так что ж тогда-то в этой ситуации азиатский способ производства? Азиатский способ производства – это тогда, когда у тебя нет собственности как таковой. Точнее, ты все, все твоя душа и что-либо еще является собственником государства, которого олицетворяет один конкретно взятый девство. То есть у тебя нет класса собственников, ни мелких, ни крупных. У тебя нет феодалов, права которых на собственность запряжены. Даже ты, твое сердце, твои органы, твои руки не принадлежат тебе самому. Пытки, по всей видимости, являются необходимым составляющим частью азиатского способа производства. Просто людям объясняли, что такое, кому они на самом деле проезжают. В связи с этим надо осмотреть подробнее понятие собственности и взглянуть на это с философской точки зрения. Есть известная цитата из «Философии права Гегеля» по поводу того, что моя семья, то есть мой ребенок, если он болеет, то я тоже чувствую некоторые боли. Тогда здесь Гегель говорит, что мой ребенок есть мое неорганическое тело. Именно на понятии тела, моего тела, я снова на понятии собственности. Собственность есть некое проецирование понятия неорганического тела вовне. И для того, чтобы таким образом был возможен азиатский способ производства, то есть способ, лишенный на собственности, человек не должен быть властью над своим телом. Вот эти всевозможные так называемые репрессии, когда чиновников, то есть просто-напросто управляющую машинку, могут в любой момент сместить и запытать до смерти, уничтожить все его семьи, являются нормальным состоянием азиатского способа производства. Почему? Потому что ситуация собственности, основанная на мойности или имманентности моего тела, на собственности и власти меня над моим телом, должна быть разрушена. Это вот очень интересная точка зрения. И я сразу же хочу сказать, заметить, что по всей видимости именно азиатский способ производства это то, что начали строить в 30-х годах, в 40-х, и оно началось только до своей деструкции, в 50-х годах просуществовалось в России. Есть ли у него недостатки, их море, но есть ли у него достоинства, и достоинства тоже есть. Она позволяет концентрировать ресурсы, в первую очередь человеческие ресурсы, все его собственности, что-либо еще, труд, максимально возможные способы. Всегда, скажем, при любом другом способе производства, капиталистическом или что-либо еще, человеку что-то остается. Есть нечто незыблемое в форме его собственности, его мойности, его телесности. Здесь не остается ничего. В Советском Союзе скорее был государственный капитализм. Позже. Позже. Всегда была частная собственность, на свою одежду, на свою, как бы, при усадебном участке, на свои какие-то квартиры и прочее. Позже. Нет, на самом деле собственность все равно была. Позже. Ну как, когда позже? У тебя нет понятия собственности. Нет, ну тут же Майка и Фуфайка. Да, Майка и Фуфайка. Это потом это начинало, оно активно порастать. Я говорю, невозможно в европейском менталитете, как бы, существование как человека вне концепции личности. И у нас, как бы, это по концепции личности и Советского Союзе точно так же существовало с самого раннего момента. Просто невозможно. И при чем здесь концепция личности? Ну потому что, как бы, то, что ты говоришь, что если мне не принадлежит мое тело, это означает, что у меня концепция личности нет. Да. Вот такая вот странная ситуация. Ну вот тогда у меня отбирают мое собственное тело. Такого в Советском Союзе не было. Почему? Ну потому что, потому что тело мне принадлежало. То есть тело в Советском Союзе не было отчуждено. От меня? Да. Поэтому был концепт личности, потому что мне принадлежало, по крайней мере, мое тело. И там какие-то веки, как бы... Развестись было нельзя. Было большое количество людей. Аборт запрещен. То есть выбирать, допустим, с будника жизни друга можно было? Почти нельзя. Выбирать товары в магазине, выбирать место жительства можно было? Нельзя. Вот это уж точно было нельзя. Ладно придумывать-то, ребята. Вот как бы мне больше все прикалывает, что вы начинаете придумывать то, чего не было. Как не было-то? Можно было. Подожди, вот у тебя, у крестьянина отсутствует... Паспорт, он не в состоянии выехать из деревьев. То есть вы считаете, что это просто был крепостной право? Это не крепостной право. Но это не значит, что крепостной право. Я хочу сказать, что был азиатский способ производства хуже, чем крепостной право. Ну еще... Хуже, хуже. Хуже. И точно так же ты поистру устроился на работу. Теперь с этого момента ты не имеешь права с него уволиться никогда и ни за что. То есть, конечно, будет его директор не следить. Это неправда. Ну это же эмпирический факт. Нет, я не знаю. По эмпирическому факту такого я не знаю. Может где-то такое было, или кто-то... И кто-то, может быть, об этом не рассказывает. Но я такого факту не знаю. Запрещено было бы одни от сына. Успорился, все, до свидетельства. Я такого не знаю. Поэтому как бы не буду спорить. Ну вот. И очень много было подобного. Потому что фактически это означало, что Советский Союз действительно является моспатическим государством. Если бы это было бы так. У Игоря есть куда более интересное, о чем бы рассказать. Ну, быть может. Потому что мы с Женей вспомнили одну из замечательных теорий, которая утверждала, что азиатский способ производства появился из специфики хозяйствования. Ну, скажем, в Китае там разливались реки. Они заливали большие пространства. И на этих же лугах использовали монокультуру. Например, либо рис, либо хлопок, либо что-либо еще. И здесь оказывалось, что никакие рыночные механизмы не работают. А важно громадное согласование работы большого количества людей для того, чтобы вот эти стихии, вот эти разливы реки при помощи плотин регулировать. Поэтому возник специальный способ производства. Поэтому азиатский способ производства в некоторой терминологии иногда называют гидроцивилизацией. Но, однако, это не так. Потому что такие же гидроцивилизации возникали свободно, например, в Нидерландах. Там большую часть страна отвоевана от моря. В Италии, безусловно. Но это не привело ни в коем случае к приблизению азиатского способа производства. Но у нас-то было все наоборот. У нас именно сам по себе азиатский способ производства диктовал гидроцивилизацию. Потому что ее рассвет, это 30-е, 40-е, 50-е годы, сопровождался массовой работой с водой. Это построение всех каскадов электростанций и громадных морей по Волге. Это Беломоро-Балтийский канал строительства. Это знаменитый канал между Доном и Волгой. Миллиорация, можно сказать. Миллиорация в громадных. Вот здесь кусок, мы сейчас стоим, вот этот, как ни странно, практически все, что тут находится в километре ниже нас, оно все... Почему не азиатский способ? Гидравлическая цивилизация. Мне больше все прикалывает всегда, что вообще говоря, само деление на какие-то способы производства, оно настолько примитивно. Это из-за разряда того, что есть цифры когда-либо четные, либо нечетные. Из-за того, какие-то глобальные выводы. Да нет никакого такого развлечения. Капиталистический способ производства был всегда. В какой-то момент он просто приобрел вот это... Он не был, потому что в том же... Феодальное было в земле, земли были всегда. Всегда был этот способ производства, когда и рабовладение оно еще, и сейчас оно даже есть. Вот, речь идет... Рабовладение сейчас-то есть, поэтому... Это не является каким-то конкретным способом производства. Нет, речь идет о... При том же, например, в Сталинской России у них было движение кооперативов. Особенно это было способом трудоустроить, в первую очередь, инвалидов после войны. Вот. Их было достаточно много, порядка двух миллионов человек на всю страну. И они производили тоже, повторяется, много, говорят, что порядка шести процентов ВВП. Но это было такое движение. Можно говорить, что она в каком-то смысле является первозвестником капиталистических отношений или, наоборот, возврата к НЭПу. Можно, наверное... Нету никаких капиталистических отношений. Капитализм это... Вообще, я, например, стою за то, что... Ну, ведь надо же доказывать, что марксизм, то, что он высказывает, оно хоть соответствует какой-то реальности. И все, что высказывает марксизм, никакой реальности не нравится. Когда у тебя есть рынок... Давай про капитализм я-то просто скажу. А, Б, это... И рынок рабочей силы, самое главное. Я тебе расскажу, капитализм основан ни в коем мере, ни на какой там эксплуатации людей. А капитализм основан на том, на самом деле, что личность продолжает себя вовне и увеличивает себя, прирастая, как ты говоришь, неорганическим телом. В этом состоит капитализм. То есть капитализм только состоит в том, что мы можем, мы являем, каждый из нас, мы можем капитализировать свои способности и возможности. Нет, капитализировать... На определенном этапе. Капитализировать ты можешь только в том... Потому что еврейский патриарх тоже прирастал вовне, прирастал вовне. И детьми, и стадами. Но можно ли говорить об этом капитализации? Именно поэтому нет никакого капитализма. Потому что рынки были всегда, торговля существовала с незапамятным существованием, человечество, торговля всегда существовала. Поэтому рынок сам по себе ничего не дает. Нет, Игорь-то говорит, капитализм это рынок труда и каи... Нет, это неправда. Просто, еще раз говорю, на определенном этапе вот эти возможности... Труда и капитала? Нету никакого труда и капитала. Нет денег. Нету никакого труда и капитала. Ну капитала. Ну например, манекенщица. Она кто? Это капиталист или наемный рабочий? Она капитализирует свои способности, свои возможности, свою красоту. Она самозанятая. Нет. Поэтому изначально нет никакого капитализма, как эксплуатация других людей. Такого нет. Кто тебе сказал об эксплуатации хоть слово я сейчас? Нет, я просто тебе объясняю. О рынке труда и рынке капитала. Нет никакого рынка труда. Поэтому на самом деле каждый наемный рабочий точно такой же капиталист. И он точно так же свои способности и возможности реализует, какие они есть. И у него есть две возможности. Либо он сам будет, как вы говорите, самозанятым населением. Либо он пойдет к какому-то другому капитализму. Договорится с ним. И на паритетных договорных началах будет совместно с ним работать и наживать себе своего капитала. То есть своего вклада будет получать какую-то зарплату. Но это не эксплуатация. Это вообще не капитализм. Это что такое? Так было всегда во все времена, когда пока существовала личность. Различие между азиатским способом, как ты говоришь, если в кавычках так называть, и способом, где есть личность, которая прирастает внешним неорганическим телом. Вот это различие существенно. Потому что действительно здесь совершенно кардинальное различие. Потому что с момента, как появилась личность, которая начала осваивать пространство вокруг себя и прирастать неорганическим телом, возник, если так можно хочется сказать, то, что сейчас называется капитализм. Просто форму он прошел. Сначала можно было прирастать рабами, можно было прирастать землей, можно было прирастать всем подряд. Все, что вокруг находится недрами, фабриками и прочим прочим. Никакого разницы это не имеет. Но вот если тебе тело не принадлежит и ты не являешься личностью, тогда конечно это существенное нечто, вообще как бы немыслимое. И вы утверждаете на самом деле, что европейская сторона как Россия, она в какой-то момент вдруг впала в такое варварство, перестала относиться к государству к своим людям, как к кому? Как к рабам что ли? Не как к рабам. Раба это другое. Просто исчезло понятие собственности как таковое. Ну это вот странно, потому что понятие собственности исчезает тогда, когда я не обладаю своим телом. Пока я обладаю своим телом, ты правильно же говоришь? Пока если у меня есть мое тело, я постепенно начинаю к этому телу все прирастать. Поэтому постоянно с этим велась... Если мое тело мне не принадлежит, конечно собственность в целом. С этим постоянно велась борьба очень специфическая. Отголоски мы их даже смотрим в великом, замечательном, ненавистном, но и в советском искусстве 60-х годов мы определяем. Вот смотрите, замечательный фильм «Берегись автомобиля». Кто там, мягко скажем, отрицательный, смимый персонаж? А это самый собственник автомобиля. Кто, с кем, кому советская власть, лица Эльдарь, заново относится к сипапию? Тому, кто эти автомобили ворует и, значит, отдаёт в детский дом вырученные деньги. Плюс ещё очень хороший человек, который с ним дружит, который просто следователь. Следователь и экспроприатор собственности, то есть автомобиль, это два друга товарища в своих любимых. А общественная собственность есть? Потому что есть версия, на самом деле, что такое отношение только потому, что есть общественная общая собственность и есть собственность как бы частного конкретного лица. Частная собственность конкретного лица порицается, потому что это эгоизм, а общественная собственность, она как бы поощряется, потому что это как бы коллективизм. Я-то полагаю, что перенет после сталинского времени это как раз был демонтаж азиатского способопроизводства и эволюцию его в сторону госкапитализма. Он просто шел-шел-шел и он сопровождался вот такого рода вещами. Вот сейчас мы тоже обратим внимание, то какая основная корризия между так называемыми либералами и государственниками, да? Это два сторонника. Одни так называемые либеральные, то есть частнокапиталистические инициативы являются приверженцами, а вторые являются приверженцами государственного капитализма. Вот и все между ними. То есть два способа капиталистического производства. Оба неадекватны в настоящем положении дел. Потому что уже капитализма как такового скоро нет. Да просто на самом деле капитализм неправильно понимается. Если понимать капитализм правильно, то не в смысле Макса, а в том смысле, что каждый человек обладает невозможно способностями и возможностями, которые позволяют ему прирастать. Капитализм в первую очередь... Если так понимать, то капитализм не уничтожен никогда, ни при каких условиях капитализм может быть не может. Стоит понять неправильным образом капитализм, тогда не может быть... Нет, но объекты собственности меняются. Ну какая объекта? Нет, при капитализме нельзя уже... Нет, все-таки капитализм самое главное, товарное производство и рынок труда. Хорошо, если понимать, в каком смысле, наверное, капитализм уже устарел. Но если понимать капитализм, то мы изначально, экзистенциально, как я называю, в смысле, что мы в принципе постоянно приращиваем себя неорганическим телом внешне. То есть земли, собственность, собственность. Да, с этой точки зрения, и в мезолитическом обществе выехается капитализм. Правильно, я об этом и говорю. Но оно не капиталистическое. Поэтому условно капитализм... Оно прирастает, как говорю, иудейский патриарх прирастает неорганическим телом. Нет, поэтому я говорю, что все эти разделения, они во многом такие условные и... А капитализм, это когда у тебя существует рынок труда, рынок капиталов, товарное производство. Нет, но вы еще и в Подлаче уничтожали это приращение. Я вот как раз с этой ситуацией, с Подлачем, и не очень согласен. Я как раз попытка рабочих, уничтожающих имущество на заводе, про которые ты так любишь, как раз мне рассказывать, она как раз стоит не в Подлаче, она состоит в попытках вобретения несамости. То есть азиатский способ производства, который довел, по крайней мере, 30-летие... Субтитры его опробуют, да? Не знаю. Ну, я пишу, он... Может быть. Да, он давлел так долго. Потом он происходил период демонтажа, и демонтажа такого не очень активного. Если посмотреть замечательные фильмы Гайдая, Рязану, всех прочих. Как, нельзя на основе фильмов делать далеко идущие фильмы? Нет, я хочу сказать... Тем более личные интерпретации этих фильмов. Фильмы не случайны. Ну как не случайны? Ну как, вот ты рулил, 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 и отсюда сделал глубокомысливый вывод, что так оно и было. Но это же как было, знаешь... Ну, нет, тем не менее, вы посмотрите... Это не аргументация, что фильмы какие-то были, и можно, во-первых, уже по-другому понять. Нет, везде ситуация была частно... Вот такое, понятие возвращения собственности, на собственное тело, на что-либо еще. Ведь попытка, я же постоянно говорю, что мечта о 300 сортах колбасы советского гражданина в 80-х годах носила ярко выраженный трансцендентный характер. Ну, не знаю, я как бы, знаешь, что ты хочешь сказать? Ну, ничего, все с кино, и все это любой. Вот, например, у меня хорошая вещь, ну, если существует суд, который пытается установить вину и потом наказывать на основе вины, то все уже. Никакого азиатского способа производства нет. Потому что с точки зрения азиатского способа производства можно уничтожить в любую секунду. Ну, такого не было. Потому что был суд, который должен был установить истину, да, и справедливость. И это означает, что все-таки допускал, что человек обладает интенцией и может как бы попытаться себя защитить. То есть он все-таки как бы личность. То есть мне кажется, что здесь это во многом... У тебя надо понимать, что диктатор... Есть какое-то подобие, какой-то есть, но все равно это деспотия. Что диктатор как таковое не в состоянии осуществлять собственную волю непосредственно. Он всегда посредовал некой иерархии чиновников. Но надо понимать, кто такой и кем является чиновник. Это человек, который точно так же, как и последний работяга на строительстве канала Москва, точно так же лишен какой-либо собственности. Никак, ну нельзя сводить Россию в ГУЛАГ. Ну это уж как совсем... Да вот можно, можно. Ну не в ГУЛАГ это был, но все-таки как бы... Ну там какой-то, скажем, сколько там, 1% населения в ГУЛАГе был. Да неважно. Дело не в том, что они все сидели в ГУЛАГе. А дело в том, что способ производства был такой. Вот шарашка, она что из себя представляет? Что в любой момент с тобой по каким-то причинам могут сделать все, что угодно. То ты перспективный авиаконструктор. Потом уже через месяц ты забываешь золото на каких-то прилигах на Колыме. Потом ты опять людям потребовался, то есть у тебя отнимают твою собственную интересность. После этого ты людям по каким-то причинам потребовался, иррациональным. И ты пешком пошел туда, до этого, 70 или 80 километров, или 200. Нет, ну конечно, как бы, можно согласиться с тем, что ГУЛАГ это как раз не только азиатское, а супер диспатичное производство, если вообще считать ГУЛАГ... Но это же эксцесс, а не сама суть дела. И тем не менее, это не эксцесс, это суть дела. Суть дела. Но я понял твой тезис, просто я считаю, что это эксцесс. Нет, это именно не эксцесс, это именно способ производства. Потому что зарплата на нормальном производстве платилась, люди защищали себя в судах, работали по договорам, ну вся самопутность... Ну какие договора, по каким посудам они себя защищали? У тебя была тройка, вот она тебе и защищала тебя. Я не знаю, какая там тройка, я имею в виду, что на ряду как бы с ГУЛАГом... Да здравствует... Не была она, потому что так же работало это по колосках, потому что ты не мог уволиться с работы, ты не мог развести с женой, ты не мог просто пойти и купить в магазин даже на заработанные деньги хоть что-то, у тебя была система карточек, нету карточки и единица. Система карточек была и во время войны, и в Германии она была, и в других странах. И во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны она ничего не доказывает. Одна по себе система карточек ничего не доказывает. Одна сама по себе, но она же была не одной самой по себе. Это проблема вот этой самой коллективизации, когда был разгромлен класс мелких собственников. Эти армии так называемых раскулаченных, а на самом деле просто это некие трудовые армии, которые жили в землянках и которые... Трудовые армии понимались как коммуны. На самом деле идея там была совсем другая. Не дармовой такой человеческий труд, а труд коллективный. Я говорю про вот эти самые армии, не труд армии 20-х годов. Я же сказал что-то про труд армии. Ну что, из этого следует, что это труд армии 20-х годов, что ли? Ну не знаю, какие там называют. А ты сразу же чего туда тащишь? Ты же просто там говорил, что Сталин начал госкапитализм уже внедрить. Не госкапитализм, а азиатский способ производства. А он с какого момента госкапитализм наступил? Ну я думаю, что с конца 20-х, с 30-го года. Волковстроя это что это? Гидростанция? Да, гидростанция. А то есть с 17-го до 30-го был этот... Азиатский способ производства несколько лет... С 17-го? Ну как, азиатский способ производства сколько с 18-го? Ну лет 25-30. Нет, с Волковстроя до... То есть опять же... Ну вот фактически до смерти Сталина. И потом он начал тихонько сходить на нет. Но так до конца и не сошел. По сути, его концу... Более-менее таким объективным концом была и реформа Либермана Косыгина. То есть это конец 60-х годов. Вот тогда только. Он начал как бы... И тогда страна пошла в ситуацию деструкции. И через каких-то 15 лет она развалилась. Вот эта самая ситуация. То есть мы видим, что формационный... То есть совершенно не зря наши любимые вожди именно здесь критиковали Маркса и отказали ему возможности существования азиатского способа производства. Вот он, потому что он в стране цвел этим цветом. И как раз наоборот. Не гидро-цивилизация приводила к азиатскому способу производства. А мы как раз видим напротив. Азиатский способ производства породил все громадные гидропроекты Советского Союза. Иначе они не могли. Они же не железные дороги строили почему-то. 80% железных дорог Советскому Союзу досталось от царской России. Построили очень мало. Зато каналы, зато моря, зато заполнение десятков, а то и сотен квадратных километров. Это мы могли. То есть логика обратная. Не гидро-цивилизации диктует способ производства. А очень часто именно способ производства, азиатский способ производства диктует некую инкарнацию гидро-цивилизации. Вот так. Поэтому я хочу обратить внимание. Проблема 70-х годов, это поворот сибирских рек на юг, это был как раз проект, выполненный в старой паралигии. Именно поэтому так активно народ против него выступал. Выступал он против него по той самой простой причине, что это была именно попытка регресса или возврата к старому. К той самой системе, которая в 60-х и 70-х годах активно деформировалась в попытку построения госкапитализма. Вот так. Для чего это нам нужно? Если мы действительно хотим поддержать дискуссию по поводу возможности построения новой экономической формации, то нам надо бы разобраться, что такое экономическая формация, что такие способы производства, и как они функционируют. И тогда и с чем на самом деле являлся Советский Союз? Являлся ли новым бесклассовым обществом построения гегемона пролетариата? Бесклассовым обществом он безусловно являлся. Являлся? Да. Ну являлся бесклассовым, согласен, да. Являлся бесклассовым обществом. Ну как любая... Моё возражение начинается с того, что никакого специфического понятия способы производства нет, потому что непрерывная прямая, а не какие-то там градации. Все эти градации во многом условные и обеспечены в частности. Не правильно понятые истории, понимаешь? Вот истории, когда поняты неправильно, когда феодальный строй якобы выпущен, там городов там, конечно же, не было, там просто были сплошные феодальные участки, и земля действительно была преобладающей, способов производства, это все глупости. Просто я говорю, у нас история написана криво, искать кривую историю можно действительно сделать такие выводы, что есть какая-то перманентная линия. Нету никакой перманентной линии. Все эти виды способов производства всегда есть одновременно. И даже сейчас есть рабский способ производства. Даже сейчас. Несмотря на все, оказалось в весь... Не, мы лишь там преобладающим способом. Еще раз говорю, никакой преобладающий способ состоит в том, что есть вот тот капитализм, который я сказал, что личность стремится как бы себя расширить во мне, и приобрести, так сказать, не только свое тело, а расширить его, и так же и на неорганическое тело, в виде квартир, машин, там, участков, приобретений разных и прочего. Стремиться, стремиться. Я же что-то начал. Именно поэтому на самом деле, как бы, капитализм как особо... С этого и начал. Но есть общество, где подобного рода мойность, или как таковая, она как бы... Может быть, такие общества есть, хотя это как бы требует... И вот была попытка, и у них есть определенная вещь. Но в России не такова. В условии сильного внешнего давления, или какого-то, или внутреннего давления, именно такое общество иногда, на непроложительном промежутке времени, позволяет наиболее полно мобилизовывать все ресурсы свои. Поэтому оно оказывается иногда оправданное. В некоторых ситуациях она функционирует лучше. Как вот сейчас идет дискуссия между проверенцами госкапитализма в стране, и свободного либерального капитализма. Потому что на самом деле, это то, что называется муравейник. Муравейники, каждый отдельный муравей, его тело, его личное непродвижение. Да. И он готов умереть. Или... Очень-очень хороший пример, да. Или, как он называется... Очень хороший пример, да. Точно так же. Да, да. Там, как бы, единое тело из улья, да? И как бы... Нет, это не единое тело. Там один орган только. Готов пожертвовать отдельными индивидами ради единого органа. Нет, там вообще, на самом деле, на эгоизме построено. Да где же там эгоизм-то, пусто. А там коллективный желудок. Пчелки летят, собирают нектар, переварить его не могут. Ну, я еще не говорю, что... У них речеварительная система так разошла. В том, судей, что вы... Они скапливают этот нектар личинкам, а они... Похоже, это эгоизм. Это эгоизм. Нет, винотор. Нет, то, что... А вот то, что личинки выделяют, то он может съесть пчела и усвоить. Это эгоизм. У них коллективный желудок. У них один единственный орган. Нет, я думаю, что хуже. Дело в том, что, если вы, Женя, ты был прав, тогда бы все пчелы могли бы размножаться. Они не могут размножаться. Все. Они выполняют вот одну функцию. Она является органом. Партия тебя поставила на этот участок. Так будь, док, стой здесь. Как последний часовой. Вот. Такова их ситуация. Да, это хороший пример с муравейником и чем наведующим. Это, конечно, общество не муравейник. Мы все здесь муравьи, в отличие от муравейника, сознательные. Мы понимаем, что превратить людей в такое существо требует большого труда и большой аскезы. Но такие попытки предполагаются. И в определенных периодах, действительно, такая жизненная стратегия, она удачна. Но потом, потом ты будешь биться за свой автомобиль, за свой садник, за свой полисадник со страшной силой. И ты, вот эти самые гиганты, даже если это гиганты, выглядящие снаружи, как просто индустриальное общество. А такое бывает. Потому что Петр Первый реально строил, скажем, фарфоровые заводы. Но работали на них, по сравнению, крестьяне. Да? Точно так же отрабатывали себе барщину и яблок. Срабатывали барщину. Точно так же, как в каких-то других местах. Они могут существовать. Точно так же и в Советском Союзе, скажем, в 50-е годы, строились атомные электростанции. Но ее обслуживали люди, отчасти доведенные до статуса рабочей пчелы. Вот такая вот забавная забавность. А теперь еще одно замечание, как это тоже впихло. Оно состоит в следующем, что в представлении христианства, на самом деле, отдельные христиане, ну, как бы, каждый раз родин, объединены в общее единое тело престолов. Как бы, и вообще говоря, вот этот вот ритуал в христии, да, он как раз просто должен еще, как бы, раз, каждый раз, как бы, просто напоминать о том, что все христиане принадлежат к единому телу, а не одно тело. То есть, как бы, это та же самая логика, что и в муравейнике, понимаешь, в каком-то смысле. То есть, муравейники, как бы, несмотря на вот эту индивидуацию, как бы, отдельный муравейник, они, как бы, собирают одно тело. Точно так же. Но я так... Но это же не делает христиан. Да, я так хочу сказать, что христиане... Хотя не называйте себя рабами христиан. Не называйте себя христианами. Я про христиан, ну, я хочу сказать, что это не рабы, да, рабы, да, рабы, это собственность другого человека. Ну, рабы, 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 не в этом смысле, не в вашем отделении. Нет, нет, я хочу сказать, что христианство, оно, ну, просто декорация. Ну, вот у тебя на окнах висят шторы определенного цвета, у кого-то они зеленые, то есть, исламские, а у кого-то они христианский цвет сделаны. То есть, зеленые с красной полосочкой. Нет, это декорация только можно было бы, если и само учение христианское не имело бы внутреннего содержания. Если только рассмотреть, как внешнюю обстановку. Да, как внешнюю обстановку только, да. Христианство имеет внутреннее содержание. Ну, оно... Ну, как бы, есть версия, что рабство побеждено никаким образом не укладом, никакими экономическими соображениями, а побеждено чисто христианским пониманием, что каждый человек сын был. Нет, это совершенно, совершенно правильное замечание, потому что христианство там появилось 2000 лет назад, и через 2000 лет, наконец-то, на 1861 году победило. Молодец, именно вот оно и победило, по всей видимости. 2000 лет для христианства это не срок, конечно. Дело не в этом. Дело в том, что в 63-м. 63-м настоящим? Ну, хорошо. Не, в 61-м указ вышел, и два года на его воплощение. Ну, вот, вот, вот. Я освобожден, начинал. Потом, я хочу, эта версия такая есть, но эта версия связана с дикой степень наглости, потому что, втирают чувакам, что мы 2000 лет побеждали, вот его победили. Нет, есть версия, на самом деле, что... Это, как бы, это кто доказал, на самом деле, что рабский труд менее эффективен, чем труд свободных людей. Это штука декларируется, что есть некий прогресс какой-то есть, и прямая линия. И раз мы не живем в рабстве, а мы, как бы, более прогрессивные, чем те, которые жили до нас, значит, этот способ производства выгоднее. Кто доказал? Не доказал. Я утверждаю, что рабский труд выгоднее, чем труд, как бы, свободных людей. Потому что, потому что существование свободных людей должно быть обеспечено еще многие какие вещи, для того, чтобы этот способ производства был возможен. А для рабского труда ничего не надо, кроме насилия. Не-не-не-не, как Макс это делает, говорит, потому что он утверждает, что рабу нужно тратить ресурсов, необходимые для производства рабочей силы. Сколько ты потратил, столько ты и потребил. А труд свободных людей, то есть пролетариат, Англия, ты тратишь меньше, чем нужно для простого воспроизводства рабочей силы. Да, там насилие интериализировано, да? Ну. Вот смотрите, часть, это 80, сколько там. Миллиардных людей, миллиардных людей, 7, 8, там сколько. Ну, зачем, что, кратко, как работает. Захватываешь других людей, делаешь их рабами, они производят, погибают, захватываешь, ну, погибают. Потому что они там, в огне плодятся. Экономически не ретанливо. Ну, это известная вещь у Городота описана, когда захватывали рабов, потом их ослепляли и приспосабливали к тому, чтобы они там ступкой взбивали масло в очень хорошую сметану. Ой, молоко сначала. Я просто к чему говорю, я не призываю ни к какому рабству, естественно. Больше они ничего не делали. Прогресс, прогресс способов производства во многом. Вот, например, ты хороший пример. Вот, когда производили там в Америке, что там они призывали, хлопок, что ли? Да, сахарный тростник. Сахарный тростник. Там было рабское производство. Да. Оно было более эффективно. Конечно, гораздо. А чем речь идет? Гораздо было более эффективно. Что совсем не обязательно, на самом деле, что рабское производство всегда будет уступать производству сахарного. Ну, а я тебе когда-то тебе такое говорил, что... Нет, я просто говорю, что поэтому нету никакой смены. Это, на самом деле, они всегда сосуществуют. Когда одно выгоднее, а оно возникает. Когда выгоднее другое, возникает другое. Поэтому побеждено рабство. Но не всегда. Никаким образом не экономически. Побеждено оно чисто идеологически. Чтобы нельзя брать рабов, потому что все люди... Ну да, только христианство к этому не имеет никакого отношения. Пускай христианство не имеет. Но идея равенства людей, она однажды победила. Что нельзя делать другим... Вот тебе на это говорят негриню люди. Ну, негриню люди возникает рабское производство. Потом и они людьми становятся. В инопланетяне сейчас пусть они люди, мы их раз к станкам, пусть работают. В какое-то время пройдет, мы увидим, что они вроде тоже похожи на разумных. И тоже станут людьми и так далее. Да, это есть такая штука. Если по собаке, вступили с нами в контакт. Это не инопланетяне. Замечательный роман Чапика называется «Война с Саламандрами». Вот там тоже. И они долго думали, что они не люди. Потом возникло движение, что они люди, что их надо защищать. Но Саламандры думали иначе. Они рели каналы. Да, они рели каналы. У них была гидроцивилизация. Они изрыли всю землю. Она вся рухнула, превратилась в одно большое болото. Нужна была очень протяженная береговая жизнь. Да, а люди выжили, грубо говоря, в Тибете и в Гималая. Да. Где они давиться не могли. И там был верховный Саламандр. Да, был, да. Мы тоже были. И миллиардеры, да? Их сначала уже приспособили миллиардеры для чего-то. Да, иначе какие-то простые действия начали делать. Да, порты. На самом деле проблема состоит в том, что когда-нибудь создадут роботов, все-таки более-менее похожих на нас. Об этом уже много фантастических. Не раздает. Ну, допустим. Ну, фантастические фильмы есть, значит, логически это ничему не противоречит. Мы же как бы тоже созданы. Ну, если даже не созданы, но природа нас создала. Рано так или иначе мы-то есть. Значит, что-то подобное может и создаться, и искусственно. Так вот, возникнет проблема, как их это считать, равны ли они людям или неравны. Потому что в каком-то смысле, если вспомните, там, УАЗИ, ГОЗИМО, робот кто такой? Это фактически как бы как... Ну, раб это, да? Он должен работать, защищать людей и прочее. С какого? Ну, и тоже брат Чапика придумал, да? С какого? Вдруг, если робот будет равен человеку, по своими возможностями способностей. Не, брат его придумал. Он считает, ну да, я легенду эту слышал. Как назвать? Да. Ну, так и Чапик это впервые говорил. Робот, да. Ну, это рабы и робот. Какое-то совокупное целое. В нем есть клетки. ГОЗИМО, да. Смотри, в нем есть клетки, да? Ведь каждая отдельная клетка не живет ради себя. В каком-то смысле, и там, вот эта индивидуация клеток, это условно, потому что все они работают на индивидуации. Так нет, у Игоря, да. У Игоря то, что рассказывает, насколько я понял, вот этот азиатский способ производства, это вот что-то типа такого организма, где на самом деле каждая отдельная клетка готова умереть, там, как бы, она служит общим делом. Она не готова, к сожалению, она не готова. Все-таки человек отличается от муравья, да. Не, ну какая-то часть не готова. Мы же стояли вот в 30-е, 20-е, 30-е, 40-е, тем более, годы на грани уничтожения. Да, конечно. И альтернативы-то не было вообще-то, наверное. Ну, надо разбираться, была альтернатива или не была. Ну, оказалось, что господство общей идеологии позволяет, например, из процентов 20-25 этого народа изготовить фанатичных бойцов. И, по большому счету, вот на них в 41-й год все отвоевали. Когда Манштейн уже входил, он понимал, что это... У меня такое представление о любви интересное. Какое? Ну, как-то, как будто бы они какие-то винтики, понимаешь? Каждый этот отдельный, как ты говоришь, фанатичный боец, он вообще-то чувствовал, разрушлял, думал, как бы. У него были свои представления о том, как... Не, ну мы тоже сольемся, да. И прочее. А у тебя получается, что это какие-то винтики, знаешь, такие воины, которые, знаешь, как в этой, в древней мифологии, зубы дракона посеяли, они такие встали и пошли. Ну, примерно так, да. Ну, примерно так. Ну, это... Ну, это... Ну, это... Ну, да. Это я могу выразмотровать только как троллинг, и все. Больше никак. Да почему как троллинг? Ну, давай. Это слишком, как бы... Все, ну, зачем было строить... Элементы этого, может быть, и присутствовали, но никак это нельзя сказать, что это была система. Ну, была, была. Зачем было строить каскад русских платьев? Да, я знаю, может... Это безумие, там перепады минимальные. Да, я понимаю, ну, как бы... Вот таковы специалисты были еще раз. Зачем вообще люди? Нет, это не специалисты. Ну, на самом деле, я подозреваю, что была идея такая, что труд, как бы, сделал из обезьяны человек, он сделает из врагов, сделает друзей, как бы, знаете, как бы... А так как много людей уже сидело в этих лагерях, то что с ними нельзя просто было, чтобы они сидели и ничего не делали. Надо было их, как бы, из них делать людей, условно говоря, да? И вот они, и поэтому придумывались какие-то проекты, мегапроекты, чтобы, как бы, их как-то трудоустроить. Ну, это первая версия. Вторая версия, надо было их как-то по цивилизованному уничтожить. Понимаете, что нельзя было просто взять их и расстрелять. Нельзя было их взять и повесить, потому что это не цивилизованно. А цивилизованно дали задания, как бы, невыносимые. И там с большими потерями они это задание выполняли и, слава Богу, кучу народу тем самым замесили и оставили. Две версии. Ты любишь говорить об уничтожении избыточного продукта? Точно так же, если избыточное количество людей, куда их девать? Цивилизован, как их уничтожить? Дать им задание невыполнимое, пусть они его выполняют. До потея, собственно, пусть. И они его выполняли. Вот еще. Но это не значит, что это был способ производства, это был как бы эксцесс. Ну, реализованность в виде способа производства. Ну, я говорю, что так, наверное, можно рассуждать. Да нет, способ-способ производства, именно. Господствующий способ производства. Он был везде. Ну, разный был. Просто это страшно же так вот рассуждать. Взяли как бы и на 25 лет как бы окунулись там ниже, как бы плитутся. То есть, превратили страну как бы в муравейников. Не, ну, пройдет там лет 50, у нас не будет. А о нас будут говорить, вот люди не жили, а обучились. Ну, о чем? Живем в силе и живем. Да, и к этому приспособились. И, судя по всему, столетиями восточной цивилизации, скажем, та же египетская или какая-нибудь еще южная, они существовали в этой парадигме. Почему? У них был деспот, было государство. А деспот-то кто был? Так, случайный человек. Ну, кого-то надо поставить на эту должность. Он там и стоял. Ну, бывало. И у нас в России кто был деспот. Ну, Сталин, конечно. Да, ну, как бы, Сталин к власти-то не сразу пришел. Им надо было кучу-кучу народу перебить там наверху, чтобы там добраться уже до власти. И когда он был даже, казалось бы, единоличный властителем, и все равно там это было не так. Все равно он был не деспотом, который у кого-то хотел милого, у кого-то хотел уничтожить. Ему нужны были многие процедуры там всякие и прочее. Ну, и не без этого, как раз именно азиатский... Абсолютный монарх – это деспот. Он как бы... Нет, абсолютный монарх – это другое. Деспот, значит... Абсолютный монарх – это не то же самое? Нет. Деспот, значит, он, значит, предполагает, что там как раз был во всех восточных вот таких гидроцивилизациях очень разработанный ритуал церемониальный. Вот так он был, так устроен. Это понятно, почему. Потому что, когда у тебя общество управляется на уровне инструкций, которые спускаются сверху и идут вниз, то оно становится церемониальным. Так это естественно. Иначе быть не может. Ну, ритуально? Да, ритуально, да. Даже не то, что ритуально, а церемониально даже. Такие долгие церемонии, церемонии введения в новый дворец, церемония там чаянная, еще что-то. Вот что-то церемониальное. Именно такие церемонии. Можно подумать, чем церемония отличается от ритуала. Он отличается от абсолютной власти, конечно, от абсолютного монаха. То есть, безусловно. Потому что абсолютная власть – это вот подобного рода вещь, которая… А абсолютный монах – это кто? Рабовладелец? Нет, ни в коем случае. Ну, вот так говорил этот… Абсолютный монах – это… Иван Грозный говорил, я имею право своих холопов жаловать и миловать, да? Имею право, да. Ну, как бы, потому что… Да дело не в этом. Это состоит в том, что все были рабами. Холопами. Ну, рабами были все. То есть, это… Что же получается? Это не феодальный способ производства, а рабовладной части? Именно феодальный. Но как феодальный, если как бы был… Не были они точно так же. Абсолютный монах. Классическая абсолютная монахия – это Франция 18 века. Феодальный. Люди… Нет, но власть у него абсолютная была. Ну, она была абсолютная, но она каким-то образом регулировалась, например, на уважение правособственности. Ведь можно сказать, что власть Николая Второго была абсолютной. Вроде была бы абсолютной, безусловно. Но с другой стороны, абсолютный еще тот абсолютизм. Она ясна, что какими-то обычаями чем-то еще обладалась. Она отличалась от политической системы, от самой идеи абсолютной власти. Ну, тем не менее, власть, когда была так называемая абсолютная, вот она регулировалась достаточно жестко. Ну, это означает, что в советское время, несмотря на внешнюю, как ты хочешь выразить вот этот абсолютизм какой-то, точнее, деспотизм. Деспотизм, да. Да, ничего этого не было. Было нормальное общество и все. Внешне как бы… Не было. Не, была мимикаря такая, про какой-то там… Не было. Самоощущения-то у людей были. Они… А люди как были личностями, так и оставались личностями. А? Ну, а сам ощущение-то какие были? Жили в норме. Ну, не было. Почему? Пока-то было ощущение, что жили в норме. Не было. Ну, я думаю… Ну, не было. Не было, не было. И большинства не было такого вообще. Ну, это естественно… Игорь, мы же из поколения детей распада. Так что мы же не знаем… Ну… Мы не знаем. Если уж мы не знаем, что творилось в начале прошлого века, то уж мы тогда… Нет, не было полностью ощущения нормы, конечно. Что тут говорить-то? Не было. Мы же пришли в этот мир. Сразу начался… Мне кажется, на самом деле, здесь есть некая не развлеченность между коллективизмом, который пытались насладить в социальном плане, и некого рода как бы отсутствием владения своим телом. Потому что коллективизм – это не значит, что ты своим телом не владеешь. Ты своим телом владеешь, но только в составе как бы общего тела. И ты считаешь, что есть некого рода твои личные потребности, и некого рода коллективные потребности. И коллективные потребности, они превалируют от твоими личными. И ты готов пожертвовать собой ради коллектива. Но эта система не является той системой, где я не владею своим телом. Мне кажется, что есть существенные кардинальные различности. Вот интересно, я все думаю по поводу абсолютизма, так называемого. В каком степени? Ясно, откуда оно эволюционировало. Оно эволюционировало из королевской власти. Но король – это как бы крупный феодал всего лишь. И в обществе, в котором зачастую действовал принцип «вассал моего вассала, а не мой вассал». То есть вот эта система собственности, лимонности своего тела, она была жестко выстроена. Это то, на чем король ни в коем случае не был власти. Нет, ну в Западной Европе король был «вассалом Матридка». Нет, подожди, а абсолютно… Кстати, между прочим, вот что интересно ты говоришь. А это только в Европе так было. А в России «вассальности» такой не было. В России сверху до низу было монотонное общество, и все были холопами и государством. И тем не менее, была большая… Не было такой вот «вассальности». И тем не менее, смешно было бы говорить, что князь Исупов является крепостным… Смешно было бы говорить, и тем не менее, как бы… Он обладал… Может быть, князь Исупов нет, но какой-нибудь боярин как-то времен Ивана Грозова мог бы легко пострадать, как любой какой-нибудь… Мог, это он мог быть, но тем не менее, сам по себе институт этого крупного феодала, или бояра, он был незыблем. Непонятно. Государственная… Совсем бы иначе… То есть он владел определенного рода привилегиями, знаменитое местничество. Он владел, безусловно, собственностью. Его отношения очень часто формировались на основе закона о кармулении. Ну, вспомните, кстати, Петра Первого. У него же на самом деле служили все, служили и дворяне, должны были служить всю жизнь, и должны были служить там, как бы, призванные эти крестьяне, да? Угу. Это Екатерина пришла, как бы, и отменила эту не обязанность служить дворянам. Нет, мы на самом деле Петр… В каком-то смысле ведь, на самом деле, получается, что вот эта разница между якобы привилегированными дворянами и крестьянами, она не так была раньше, как бы, очевидна, раз все должны были служить. Да нет, она была очевидна, конечно, все это понимали. Ну, что значит, что… Нет, нет, ну, понятное дело, что… Одни служитов, вторых тебя на рынке… Я имею в виду, что все равно не было вот этой бассальной зависимости. Все-таки… Было все… Мне общество представляло некому роду монолит. Конечно, одни лучше жили, другие хуже жили, это все понятно. На одних опирались, они составляли все-таки властных… Потому что там-то точно не было монолитом никаким, они даже на разных языках говорили. Нет, я имею в виду, что дворяне точно так же служили, как и обычные служивые там… Ну, не так же, не так же. Но они все не служили. Ну и что, при этом ты обладал правом… Мог уехать в деревню, ты обладал правом перемещения, а не то, что ты взял с уголовным преступником на 30 верст, отъедет от своего места, жизнь. Всякое было. Были в этом и более-менее государственные, и крестьяне, например, из Север был свободный. Так все-таки это какой уклад был тогда, по-моему, когда все должны служить? Северпудоники? Чего? Это какой феодальный уклад был? Вот тот, который был в России 18 века… При Петре, при Петре… Конечно, был феодальный. Да нет, ну так если посмотреть, можно сказать, что… С элементами рабовладельческого строя, другого не было никакого. Поэтому никогда не было никаких отдельных укладов. На самом деле… Был феодальный. Есть конкретные общества, в которых складывается некого рода специфический уклад. Так уж случается. Ну, всякого этого… Объединения различных типов укладов допустимо? Конечно нет, классификация какая-то. Ну, недопустимо. Да, классификация допустим. Вот тебе и классификация. Ну, не в виде прогресса, а в виде, как ты рассказываешь… Когда я тебе говорил о прогрессе, я о прогрессе не говорю. Нет, ну люди любят. Ты в мономархизм упираешься, да? Да. Прогресс же от рабства к этому. К коммунизму у них прогресс. У них прогресс. Прогресса никакого нет. А у меня нет никакого прогресса. Ну, тогда все логично. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что существует опять бесклассное общество будет. Конечно. Просто непонятно, что будет. Все объясняется бесклассное общество только тем, что есть прогресс, и неизбежный новый этап. Вот интересно, да. А классы какие будут тогда? Вот здесь вот смотрите, как очень интересно стоит. Здесь же тоже общество бесклассовое? Азиатский способ производства? Или все-таки классовое? Бесклассовое. Бесклассовое, да? Наверное. Ну, наверное, бесклассовое. Надо разбираться. А Марс полагает, что это классовое общество было. Он просто про него так мало чего сказал. Ну, классы вообще конструкторы. И вообще Марс России не любил. И хочется обратить внимание, что именно Великая Социалистическая Революция произошла только в отсталых странах. Ну, не отсталых, а то, что называется социалистическая революция, на самом деле была пролетарская революция. Ну, да, по всей видимости, да. И Китай, и Россия. Может быть, да. И кто там еще? Ну, и африканские страны всевозможные. И Албания. И Албания. Надо разбираться, что это такое. А теперь никакого пролетариата нету? Пролетариата нету, да. Очень интересно сказать, что и пролетариата не было, и про азиатство после производства. Нет пролетариата. Потому что отсутствует рынок труда. Да. Отсутствует. И при этом пролетариата нету. То есть тот, кого продает собственные труда. Ну, пролетариат – это вообще европейское понятие. Ну, может быть. Слово пролетариат взялось из ревской истории. Это были те люди, которые не имели никакой собственности. Но были свободны. Угу. Слово пролетариат – это латинское слово. Ну, что, хорошее подъявление, да? Слово. Спасибо. Спасибо. Спасибо.